Субтитры делал DimaTorzok Адреналин и скорость! В Новом Рингое прошел финал чемпионата России по сноубайку и снегоходному кроссу. Мастихин, что это такое и для чего он нужен, расскажут наши корреспонденты. Самые умные школьники Ямала собрались на каникулах в третьей школе. Зачем? Узнаем из сюжета. Злата, а ты когда-нибудь каталась на снегоходе? Конечно каталась, я же все-таки на севере живу. Я тоже катался, а на сноубайке каталась. Сноубайк? А это еще что такое? Это мотоцикл и снегоход одновременно. И у нас в Оренгое впервые прошел финал чемпионата России по этому новому виду спорта. Я думаю, такое зрелище наши корреспонденты не могли пропустить. Правильно думаешь. Смотрим. Всем привет! Меня зовут Руслан Хамитов. Я Анна Замедянская. И сегодня мы находимся на соревнованиях по снегоходному кроссу и сноубайку. Это финальный топ чемпионата России. И здесь собрались самые сильные спортсмены. Скорость растет. Адреналин зашкаливает. Смотрите сами. Снегоходный кросс зародился в Новом Оренгое 35 лет назад. А чемпионату России по этому виду спорта 33 года. Покорители сугробов соревнуются в заездах по пересеченным местностям. Максимально допустимая скорость 60 км в час. Маршруты для кросса содержат препятствия. Подъемы на различную высоту и трамплины. А также многочисленные повороты. На первый взгляд может показаться, что это легко. Но сегодня здесь соревнуются не только участники между друг другом, но и сам спортсмен с машиной. Ведь у снегохода непростой характер. Насколько травмоопасный вид спорта? Вы знаете, можно выйти из дома, подскользнуться, что-нибудь себе сломать. Стихические виды спорта являются весьма травмоопасными. Но буквально, наверное, лет 6-7 назад мы начали сажать детей. Вот вы видели, ребята не ездят с 5 лет. И они учатся на малых скоростях, а зам. И к тому возрасту, когда они хотят открыть газ и могут пересесть на более мощный снегоход, они едут абсолютно рефлекторно. То есть как одно целое с машиной. И это минимизирует травму. Сколько сегодня участников приехало? На состояние 9 часов утра у нас заявлено 76 участников. Какие возрастные категории есть? В снегоходном спорте у нас едут классы М1, М2, М3. Это возрастные категории 5-7, 8-9, 10-13. Класс юниоры, где 14-17 лет включительно. И взрослый суперспортбой. Сноубайк класс открытый с 16 лет. В каком классе больше всего участников? Самый многочисленный класс на сегодняшний день – это класс М3. У нас 19 участников. То есть полная стартовая сетка, 20 человек. То есть у нас без одного полная стартовая сетка. За последние лет 7 такого не было. Какая дистанция площадки? Площадки? Наша трасса протяженностью 1050 метров. На сегодняшний день в России это одна из самых, наверное, протяженных трасс. Потому что сейчас мы в снегоходы, в сноубайки приходим с стандартом 600-800 метров. А откуда больше всего участников? Конечно, из Нового Рингоя. Потому что это не только газовая столица России, но и столица снегоходного спорта. У нас представлена география в основном с сибирскими северными регионами. Такими городами, как Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск, Красноярск, Омск. Омская область, город Тара. Ну и наши северяне – сургутяне и Ямал. Муравленко, Надым. В первую очередь на старт отправляются младшие группы. Спортсмены заряжены на успех. Даже несмотря на то, что некоторые из них только начали свою карьеру кроссмена. Два месяца. Какие самые сложные испытания, как ты думаешь, будут? Прыжки. Трудно будет удержаться? Да. Смотри, крепись. Спасибо. Сильно волнуешься? Нет. А если честно? Если честно, ну, чуть-чуть. Как думаешь, какое место займешь? Первое место. Удачи. Спасибо. А насколько сложно заниматься мотокроссом? Ну, мото-снегоходный кросс, в принципе, это два братских таких спорта. И на самом деле очень физически сложные, тактически сложные виды спорта. Также немаловажна поддержка команды. И, естественно, работа с механиками. Ну, механики, как правило, являются родители, отцы. То есть можно сказать, что это семейный вид спорта. А вот я хотел спросить, а вот я раньше с отцом катался на нашем снегоходе, Буране. С опытом могут взять на занятия в Норке? На самом деле в наш клуб берем детей с четырех лет. Не обязательно иметь никакого опыта. Не обязательно вообще. Главное – желание. Желание – целеустремленность. И больше, в принципе, нет никаких ограничений. У нас три раза в неделю спортзал, где в течение года мы подготовим вас к чемпионату России как снегоходного кросса, так и мотокросса. Интересно, а на трамплинах слишком тяжело, да? На самом деле на трамплинах спортсмен полностью управляет снегоходом. То есть рычагом тормоза он может опустить снегоход. С помощью ручки газа он может поднять снегоход. С помощью перемещения по подножкам он может регулировать его влево-вправо. То есть снегоход в воздухе на 99% управляем. И спортсмен, заранее выбрав правильную траекторию, понимает, куда полетит снегоход. И уже заранее может подготовиться к тем или иным препятствиям, которые могут преодолеть при вылете. Подбрасывает иногда влево-вправо. То есть он уже заранее на вылете знает, куда он полетит и куда он должен приземлиться. Могут ли девочки и женщины участвовать и заниматься видом спорта? Конечно. У нас в стране даже не один десяток барышень, которые гоняют и в кроссе, и на горных снегоходах, и на сноубайках. Сегодня здесь есть девочки и женщины. Да, конечно. У нас приехала участница из города Альмитис, республики Татарстан, Мясаутова Диляра. Она едет, по-моему, под 89 номером стартовым. Классный суперспорт Б с мужчинами, с профессионалами. Как вам трасса и как заезд? Ну, на самом деле, трасса очень классная. Заезд был сложный. Тренер мне просто сказал, мужчин не обгонять, поэтому я решила пропустить их всех вперед, как говорится. Как девушка, вам сложно соревноваться с мужчинами? Где-то чувствуете себя слабо или, наоборот, даете всем жару? Вообще, я уже 9 лет занимаюсь аквабайком летом. То есть, там тоже постоянно соперничество именно с мужчинами, поэтому в снегоходном спорте меня, в принципе, знали как аквабайкера и соревноваться с мужчинами на снегоходе. Ну, на самом деле, одно и то же. Мужчины есть, конечно, обидчивые. Было даже пару раз такое, что некоторые на аквабайки в бедестал не выходили, когда я их обгоняла. Но, как-то тут я решила их не обгонять. Но, на самом деле, еще опыта мало. Я только первый год занимаюсь в снегоходе. Как вам на севере? Первый раз тут или нет? Вообще, именно на севере и в Новом Уринго я первый раз в жизни. Выпал такой удачный момент попасть именно на соревнования. На самом деле, у нас очень много друзей здесь. И спортивный клуб Ямбург, и Пайки. То есть, это все замечательные люди. Поэтому я вообще с таким удовольствием приехала сюда и чувствую прям себя как ровно. Но погода у вас холоднее, чем у нас. У нас уже давно все растаяло. В Новом Урингое мы привыкли видеть обычные снегоходы. Но в этом году из 76 участников на соревнованиях, 11 из них будут состязаться на сноубайках. Давайте узнаем, что это такое. Кросс-сноубайк – направление в экстремальном спорте новое. В газовой столице, как и в целом в Тюменской области, чемпионат России проходит впервые. Спортсмены из Новосибирска – не просто участники соревнований. Покорять северные земли из Сибири приехали и разработчики нового вида мототехники. Сложно ездить на таком сложном аппарате? На таком не очень сложно. Если ты умеешь ездить на мотоцикле, то и на сноубайке ты поедешь легко. А какая полимерная лошадинная мощность у этого сноубайка? У этого порядка 50 лошадиных сил. Четырехтактный мотоцикл. А самый максимум, который может ехать, с какой скоростью? Я разгонялся 93 км в час. Очень много. На снегу, да, это быстро. А покажите вот самый основной элемент, который идут при прыжках. Какой момент при прыжках? Да. Но если мы будем рассматривать при прыжках, вот это посмотрите. Это американский модуль, вот этот. Самый дорогой, топовый. Но у нас в этом году прошел, случился прорыв в индустрии сноубайков. Поэтому пойдемте, я вам покажу самый настоящий. Вот на вот этом комплекте гораздо удобнее прыгать. Это наш российский, новосибирский комплект. У него есть амортизатор, за счет которого очень плавные трамплины. Очень легко на нем поворачивать. Он очень легкий, быстрый. Вот самый хороший комплект. Покупаешь мотоцикл, снимаешь с него колеса, в период ставишь лыжу назад. Вот называется вот этот модуль. Этот модуль называется креветка. Устанавливаешь и все, у меня получается готовый сноубайк. А, тут мы это начали давать. Да, потом ты его снимаешь, ставишь колеса и у тебя получается мотоцикл, катаешься летом. Это техника для круглогоднего катания зимой и летом. Насколько заносит при поворотах? Как газовать будешь. Будешь газовать на все деньги, будешь заносить. Ну, обычно здесь на повороте есть упорные стенки такие, в которые ты упираешься и прописываешь траекторию, как в мотокроссе. Насколько отличается регламент снегоходного кросса от сноубайка? Какие там правила? Правила абсолютно одинаковые. В чем плюс? Это две разные дисциплины, которые едут по одинаковой трассе. То есть, есть некие хитрости при подготовке, но мы соблюли правила по времени, по круговке, по лидеру, по времени. Все то же самое. Ну, как тебе? Понравилось? Да, очень. Мне даже самому захотелось заниматься трехдохотным спортом. А ты не будешь? Наверное, нет. Я продолжу заниматься театром, но ребята, с которыми мы познакомились, очень классные и интересные. Да, классно провели день. Согласна. А как вам? Понравилось? Да. Вот это адреналин. Видела, как они летат? На скорости прямо в воздух. Класс. Да я уже поняла, что ты в восторге. Ну, я бы не отважилась, если честно. Мне бы поспокойнее занятие. Хм, тогда я точно знаю, от какого сюжета в восторге будешь ты. Ну-ка. Мастер-класс по живописи. Наши девочки-корреспонденты сходили в городской музей и разведали обстановку. Вот это да! Давай смотреть! Мы находимся в городском музее, и сюда мы пришли не просто смотреть картины. И сегодня мы сами станем настоящими художниками. Мастер-класс как раз тот самый случай, когда совсем не важно, рисовал ли ты раньше, и новичок, и опытный художник смогут тут повысить свой уровень владения кистью или другими инструментами. Главное, не бояться сложностей. Здравствуйте! А что за техника мастихин? Каким инструментом ее выполняют и как часто ее используют? Техника мастихин используется за счет плотной по составу краски, чтобы она была достаточно легка в нанесении. И все это делается инструментом, очень похожим на шпатель. Такая небольшая лопаточка, она обычно металлическая, бывает разной формы, и на основе ее находится ручка из дерева. И краска наносится примерно так же, как и штукатурка. Вот как делать ремонт только красиво и более художественным образом. А сложно ли новым людям, новичкам, изучить эту технику? Нет, все очень просто. Все начинается с того, как наносится мазок. Нет никаких сложных форм, нет никакой, например, как в графике есть штриховка. Надо придерживаться определенного темпа, ритма, направления. Тут как раз таки все наоборот. Мастихин очень хаотичный материал, ну, точнее, нанесение вот этого лопаточка. Мы как хотим, так и наносим. Все зависит от пера. Скажем так, вот у человека есть определенный почерк, также есть много людей, вот у них разный почерк. Примерно так же выглядит все и на картине. Нанесение разное, и краска тоже ложится у всех по-разному. И, в принципе, техника для рисования дается очень легко. Ее часто используют в арт-терапии. И, как бы, она достаточно легкая, как не только для новичков или профессионалов, так же она еще подходит для разных возрастов, как для детей, так и для взрослых. Главными популяризаторами мастихин был Гюстав Курбе и Камиль Писаро. Они жили в 19 веке. Курбе был основателем реализма в живописи, а Писаро – импрессионистом. И, несмотря на разные направления, они оба пользовались этой техникой. Писать картины мастихинам любят и современные художники. В большей степени эта техника подходит именно для масляной живописи, хотя может использоваться и для акриловой, и для акварельной. Особенность таких полотен – отсутствие тонких деталей, насыщенный цвет, выразительная фактура, которая может создать трехмерность изображения. Так легонечко надо наносить, вот как будто вы действительно мажете, скажем так, хлебушек. Тебе нравится? У тебя очень хорошо получается. Да, очень нравится. Будешь еще рисовать этой техникой? Да. Вы когда-нибудь были на подобных мастер-классах? Нет, я первый раз этим занимаюсь. А вам нравится? Да, у меня не очень хорошо получается, но я получаю от этого удовольствия. Вам вообще нравится рисовать? Да, мне очень нравится. Я никогда раньше этим не занималась, но мне интересно попробовать что-то новое. А именно этой техникой? Да, это очень необычно. Я никогда раньше не пробовала, и это не так, как кистью, совсем по-другому. Работать мастихином вместо кисти – занятие необычное, но очень увлекательное. Вот такие классные работы у нас получились. Приходите в городской музей на мастер-классы, и вы тоже сможете создать свой собственный шедевр. Кирилл, а как ты провел каникулы? Отдыхал от школы, занимался больше в театральной студии, смотрел фильмы, играл в компьютер, а ты? Я тоже отдохнула от занятий, много читала и гуляла с друзьями. А вот знаешь, в отличие от нас с тобой, были и те школьники, которые предпочли провести каникулы, наоборот, занимались наукой еще больше, чем обычно. А, ты наверняка про мою третью школу. Я знаю, что туда съехались ребята со всего Ямала, чтобы подготовиться к Олимпиадам по физике и математике. Да, именно про нее. Но кроме интенсивов, у них было еще много всего интересного. Подробности в сюжете. Всем привет! Мы находимся в третьей школе, куда на каникулы приехали ученики 5-6 классов со всего Ямала для углубленного изучения физики, математики и информатики. Здесь у них много занятий. Они изучают то, чего даже нет в школьной программе, и готовятся к Олимпиадам. Пойдемте посмотрим, чем они сейчас занимаются. Одно из мероприятий опорной школы – интеллектуальная игра под названием «Красиво, а то мы сложились». Здесь участвуют ученики с 5-6 классов. Но я не буду исключением и пойду поотгадываю интересные задания. Пойдемте, только тихо. Игра уже началась. И сейчас мы посмотрим, кто же это. Альберт Эйн, физик-теоретик. Первая подсказка. Вот здесь, ребят, фамилия Эйнштейн складывается из двух немецких корней. Эйн – это один, и Штейн – это камень. То есть один камень. Следующая подсказка – скрипка. Альберт Эйнштейн по инициативе своей матери с шести лет занимался игрой на скрипке. А ты отгадал Эйнштейна? Мы перепутали его с Николеевым. Мне очень понравилось. И какие там были интересные вопросы, особенно про Николу Тесла. А ты отгадал Эйнштейна? Да, я отгадал, но мы отгадали с пятой попытки. Как часто проходится эта игра? Ну, раз в месяц точно, иногда даже каждую неделю. Много детей приходят на эту игру, и вообще им нравится здесь? Да, я специально делаю отбор, что пять человек от класса, потому что желающих очень много, очень интересная игра, и количество ограничено. На этих каникулах для обучающихся пятых, шестых классов организованы занятия по математике, физике, информатике. Также предложены занятия по робототехнике и по беспилотникам. Сейчас дети собирают свой первый беспилотник. Они нарезали детали на лазерном станке и пытаются запустить его в воздух. Сегодня я занимаюсь в региональной школе. А интересно поработать с дронами, с симулятором? Да, очень интересно. Что запомнилось или что самое интересное? Очень запомнилась игра в футбол, клюшка и управление дронами. А занятия тебе нравятся, они интересны? Занятия мне очень понравились, очень хорошие учителя и много чего узнаю. В ноле ты занимаешься управлением дронов? Пару месяцев. А можешь рассказать, это сложно или легко? Ну, само пилотирование не так уж сложно. Это приходит с опытом. Уже через неделю полетов можно неплохо летать. Первый этап – это сборка самой рамы. Далее, чтобы выяснить, нормально ли он работает, с помощью аппаратуры мы летаем на нем. После дефектовки дрона мы уже приступаем к программированию, чтобы он мог, допустим, считывать QR-коды или летать по определенной траектории. А как ты думаешь, я бы смог такое сделать? Думаю, да. Это способен каждый. Какое мероприятие сегодня здесь проводилось? Сегодня было ознакомительное мероприятие. Дети знакомились, как можно собрать, как сделать беспилотник, как вообще это все устроено, как им управлять. Пробовали на симуляторе полетать. Ну, вот так вот. А кто именно может сюда попасть? Ну, сюда может попасть любой ученик, не только с Нового Уренгоя, но и вообще из Ямала-Ненецкого округа. У нас занятия происходят практически каждую неделю такие. Сегодня, так как это было на каникулах, то специальное математическое было мероприятие, и дети в качестве ознакомления приходили сюда посмотреть, как работают у нас инженерные открытые мастерские. Кирилл, рассказывай, что ты здесь делал? Я видел, как запускают дроны, и, между прочим, сам сделал свой первый беспилотник. А я побывала на игре и отгадала самого Эйнштейна. Круто! Как же хорошо, что мы так полезно провели время. Согласна, буду приходить сюда с удовольствием. И я. Пока-пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но сегодня здесь соревнуются не только участники между другом, но и сам соперник. Да какой соперник? Спортсмен! Но сегодня здесь соревнуются не только участники между другом, но и сам спортсмен между машиной. Да какой между? С машиной. С машиной, ведь у нее непростой характер. Они проходят... Я согласна, я буду почаще Одно из мероприятий опорной школы Интелек Ты когда-нибудь раньше рисовала? Да Курбе был основателем реализма в жизни А в живописи? В жизни, да Субтитры создавал DimaTorzok